В правительстве прошло очередное заседание штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. На протяжении трёх последних недель в Ульяновской области было выявлено 270 случаев заболевания. При этом по уровню тестирования и вакцинации регион активно выполняет положенную норму. По вакцине проблем тоже нет. Сейчас на остатках более 50 тысяч. Хотя была такая ситуация, что практически работали с колёс. До 5,5 тысяч тестирований мы в день разгоняли вакцинирование. И поделённые были перебои с поставкой вакцины. Но сейчас проблема полностью снята. Как отмечают в Роспотребнадзоре, заболеваемость увеличивается. Вирус особо затронул граждан от 30 до 49 лет, а также более старшее поколение от 50 до 64 лет. Пандемия не прошла стороной и молодёжь. За прошедший месяц зафиксировано повышение уровня заболеваемости у молодых жителей региона в возрасте от 18 до 29 лет. Анализируя данные эпидемиологического анамнеза, где определяется место инфицирования, надо отметить, что 27% при сборе эпидемиологического анамнеза отмечают, что возможное заражение произошло в общественных местах, в общественных пространствах, такие как торговые центры, общественный транспорт, организации торговли и общественное питание. 43% связывают возникновение своего заболевания с распространением его в семье. Тем не менее, ульяновские школы готовы принять детей 1 сентября и начать учебный год в привычном режиме с соблюдением профилактических мер. Это обязательное измерение температуры при входе в школу. Чтобы избежать большого скопления людей, будут открыты несколько входов в здание школы. А за каждым классом закрепят отдельный кабинет. Для того, чтобы у нас дети были в безопасных условиях, мы рекомендуем вакцинироваться всем сотрудникам. На сегодняшний день этот процент составляет 66,9, то есть за 60%. Но я уверена, что коллеги сейчас, возвращаясь с отпусков, а для учительства этот период как раз отпускной, 15 августа, я думаю, что вернувшись, наши педагоги все-таки пройдут вакцинацию. Чтобы начать учебный год в привычном формате и обезопасить учащихся и учителей, сегодня школы Ульяновской области полностью обеспечены рециркуляторами. Оборудование по обезвраживанию воздуха и помещений уже установлено в каждом классе, реакционных зонах и пищеблоках. Однако самым действенным способом обезопасить себя и своих близких остается ношение масок во внеурочное время и соблюдение личной гигиены. Максим Писарев, Герман Баранов, Уллправда ТВ